конечно утро в деревне это не то что утро в городе совершенно другие ощущения такой запах тишина но все равно надо машинку перепаковывать вчера приехали поздно было нагружено все всего привести много плюс надо одно местечко козырное освободить для тещи поэтому начну немножко перепакую позавтракаем и будем ехать дальше а пока хочу пройтись посмотреть по владениям что у нас тут есть цветочки но мне интересен сам огород что можно свеженького экологически чистого и домашнего взять с собой мы кстати специально не покупали никаких овощей в надежде на то что наберем здесь перчик у нас растут как положено а помидоров же сколько правда зелененькие не так понял что моя песчинку уже красненькие сорвала загрузили нашу машинку так у нас выглядит багажник даже кабачок сумели будем делать кабачки не знаю боюсь открыть дверь это так выглядит один часть салона вот так вот чтоб вы понимали под самую крышу и вы думаете нам не хватит места вы ошибаетесь посмотрите какие царские хоромы я сделал для тёщи у нее штук как цыганская кибитка будет будет сидеть с полным комфортом ребята вот так вот я всех разместил вместо хватит всем всех закрыл танюша так пристёг уйся у нас даже он есть лучок с яичком с чесночком яички в багажнике да хорошо все девочки пристёгиваемся и будем выезжать осталось нам до озера наверное километров 50 пока едем по варшавке конечно дорожка хорошая ничего не скажу зелена глаз радует почитали по описанию последние 20 километров перед озером могут быть проблемы с ними посмотрим что там и кахол голодором и рейский район пока прочитаю что язык сломать можно а так конечно ребят красиво я думаю в такой речке вполне можно рыбку какую-то ловить свернули мы стран стыке варшава пока километров 15 уже едем дорога в общем терпимо нормально посмотрим что будет дальше вот она потихоньку и начинается эта дорога ухты такая такая прелесть опасная в общем решили остановиться теща будет показывать мастер-класс как выбирать арбуз выбирать тюстина муколаевна ну так послушать учили я не затягивала кстати ребят арбузики всего лишь по 5 гривен в отличие по 9 у нас в общем мы будем не только с персиками но и с арбузом будем ехать дальше двигаемся мы дальше сейчас дорога в принципе нормально пока даут но говорят что за последние 20 последние 20 километров дороги самые благие поэтому пока что едем по нормальной в лесочку далее посмотрим будем снимать речка смотри какая красивая ухты блин как-то танюша меня эти знаки начинают пугать посмотрим мы проехали старая рафалевка вот с этим аккуратно а вот ремонтуется волоке будивництво пишет программе президента это дорога может какой-то толки будет что на карте показывает что нам осталось 13 километров и дорога перешла каменку ой жуткая брусчатка я думал вот это у нас стрельске плохо она хотя бы более-менее в общем ребят заплатил я 50 гривен за въезд за въезда едем туда в лесок куда так с палаткой сказали что там стрелочки будут на левому что-то увидим ну не знаю то что там даже на малювал и куда да вот это вот лес вот куда это мы не похожи что это сюда это тут какой-то влаги значит даже а вот стрелочка на дереве желтая она не спешит короче тут надо включать полный привод и блокировку на всякий случай они надо укатанная просто не спеша надо написано таринанский природный заповедник и вот стрелочки указатели а вот красненькая наверное это тоже так не знаю судя по раскатанности дороги а вон дальше стрелка есть как пахнет хорошо вкусными здесь красивый сосновый лес у меня это вот без интернета карта которая работает ему находимся ты знаешь что это центральный пляж нам надо куда-то поехать далее так мы дальше дальше будем вокруг озера ехать нам надо ехать дальше это въезд на центральный пляж получается такой ну да это вот тут вот а нам куда-то надо вот на ту сторону ребята говорили ну это в объезд по дороге доехать не спеша так понимаю надо туда вот кто-то здесь мнение него тут вот не совершенно не нравится мне это здесь и не будем этот ставить центральная часть этого лиц конечно очень красиво здесь подожди ты может уже не на ту дорогу сейчас выехал нам надо как-то было вдоль озера туда вот смотри вдоль озера вот я вижу здесь палатки вон дальше видно но это самая ближайшая точка мы хотим подальше куда-то заехать с другой стороны верно где-то посмотрите тут вот это там где базы гендали дискотеки спокойствия не научились магазина может туда вот так вот я думаю что да не так и будет это будет въезд на эту территорию а если ты знаешь вот это вот сюда правее да то это наверное красок примерный объезд а если вот как бы вы туда вот еще туда вот сюда как думаешь или это не она вот сюда я поеду вот будний день людей пока не много да но тут будет людей очень много говорили что очень много людей на выходные подъезжают поэтому мы хотим пока поехали денег подъехать да где-то поглубже стать озеро это большое такое это приехали люди надолго вот тут возник кустиков люди надолго да вот тут неплохое место может прикроем потому что холодно тянет сильно да или я закрою окошко 3 километра что уж не будем пешки ходить нам вот на те пляжики где-то надо мы метим вот в ту сторону в общем наконец-то мы приехали добрались до озера долго спорили где стоим куда стоим честно вот нашли много хороших мест на обратной стороне от центрального как бы пляжа но они все заняты такими стационарными палаточными городками как в железном порту то есть видно что люди отдыхают не неделю не две там со стиркой со всеми делами поэтому уже нашли то что такое есть попробуем сейчас пройти к озеру конечно костров тут много вот жгли народу бывает я так понимаю просто дико много но заход к водичке очень даже интересный я даже сюда машины поставлю вот так вот на дороге а гора отгородить а тут чтобы не было солнце как-то так сейчас я посмотрю со стороны ну нормально там принципе солнце утреннее будет сейчас неделька такая вот хорошая в общем наверное я дальше проеду ну какая пока но разница не играет нам надо выгрузиться будет сначала а потом уже станешь где тебе удобно будет начинаем выгружаться все определились все определились с местом есть бы стоять большая палатка здесь будет стоять скорее всего маленькая палатка один заход в воду с одной стороны есть и вот там есть с другой стороны пляжик чего посерединке стали нам сейчас надо чтобы все выбрать мы сейчас ставим сразу нашу большую палатку то не потом ставим мамину палатку вот это вот сейчас я выгружаю сюда берем мы немного выгрузили вещей будет сколько помещается у нас танюши это только половина вещей у нас еще открытый полностью заполненный а чего до той стороны открыл удобнее с этой вынимать еще там смотри еще салон даже вот как бы мы не разобрали салон вот тут вот салона еще нравится что нам нужен маленький прицеп чином шрицеп ребят к нам приехали соседи если мы были вот это вот буквально недавно одни то вот там вот ребята уже что-то такое свое ставят я думаю мы к ним подойдем познакомимся узнаем потому что у них что то интересное я вижу там резиновая лодка интересный прицепчик палатки ну и я думаю стоит узнать как отдыхают со вкусом местные ребята ребят не удержался решил сходить сегодня к нашему пляжику ближайшему на втором там приехали люди они тоже расчехляются неудобно над душой стоять мешать вода просто фантастически чистая немножко есть высоки но песок это просто смотрите какое расстояние и как видно эту прозрачность так что друзья устали мы сегодня порядочно наверно пойдем отдыхать не действительно устали так что пока пока и до встречи завтра